Приветствую вас, Яна, я прочитал ваш вопрос, мы по нему еще обязательно пройдемся. Вот, пока что меня интересует то, что вы не задаете, собственно, никакого вопроса. То есть, вы говорите, что проблема у вас такая, но запросы к психологу никакого вы не озвучиваете. Не разобраться в себе, например, не гармонизировать отношения с мужчиной и что-либо еще. Собственно, у вас даже вопрос, как таковой, отсутствует в тексте, вы не просто говорите, что вы хотите обратной связи и все. То есть, какая обратная связь? Какую обратную связь вы хотите? То есть, вы хотите просто получить взгляд-мнение, но у каждого, не побоюсь этого слова, специалиста, будет свое мнение на этот счет. Свой взгляд. И не допытает ли это вас еще больше? Не создаст ли у вас еще больше такой хаос по сравнению с тем, что есть сейчас? Лично я, вот если говорить в общем, я увидел у вас, ну, скажем так, достаточно болезненное желание быть в отношениях. То есть, это вот именно, именно такое вот, на мой взгляд, да, именно болезненное, именно болезненное желание быть в отношениях с мужчиной, да? С молодым, молодым человеком, вот, ну, только потому, что он, вот, как-то, да, соответствует вашим, ну, вашим неким, скажем так, стандартам, да? Что-то, вот, вы увидели в нем, вы увидели в нем что-то вот свое, да, и теперь вы не хотите это терять, да? Ну, вот, ну, мне кажется, что это свидетельствует скорее о ваших потребностях, это больше свидетельствует о некой такой вашей неудовлетворенности, да, вот, скорее, да, чем о, допустим, реальной к нему любви. Вот, кроме того, то, что вы, ну, то, что вы говорите, что вы влюбились в человека прямо вот с первого взгляда, да, это все-таки, как правило, не всегда, не всегда, конечно, но, как правило, это связано именно с инпринтом. То есть, это вот именно инпринтом, то есть, вы для себя вот что-то запечатлели, вы для себя что-то запечатлели. Этот молодой человек произвел на вас вот такое вот впечатление, что он может удовлетворить все ваши желания, вот, и именно поэтому вы, собственно, ну, пытаетесь так вот ускорить события, да, именно поэтому вы пытаетесь таким образом, ну, если его взрывать, то он вам нужен, вот, для реализации своих собственных потребностей, вот. И получается здесь, что вы крайне не свободны в своем поведении, и в том числе по отношению к нему, вот. Вы крайне не свободны. Собственно, эта самая не свободна, она вам и не позволяет воспринимать ситуацию адекватно, вот. Не позволяет увидеть какие-то, например, проблемы мужчины, не позволяет проникнуться и не позволяет его отпустить, вот. То есть, влюбленность – это вот как раз такая штука, да, влюбленность – это такая история, когда человек вот прямо видит в партнере, и, значит, возможность удовлетворить свои желания, возможность удовлетворить свои потребности, вот. И, собственно, вот, как мне это видится, да, как мне это видится, что вам все-таки нужно взять на себя ответственность за реализацию, за реализацию, значит, своих желаний, за реализацию своих потребностей и взять ответственность за, вот, именно, именно то, что вам нужно. А мне кажется, что эта история, она, в общем-то, всего лишь демонстрирует тот факт, что вы, вот, зависимость вынуждаетесь. Вот. А вы пишите о том, что, значит, влюбились, вы пишите о том, что, влюбились в мужчину с первого взгляда, вот, и, собственно, влюбленность с первого взгляда – это, как правило, как правило, импринт, вот, такая вот запечатленность, и, на мой взгляд, надо бы, ну, поиследовать этот момент, то есть, мне кажется, что нужно бы поиследовать момент о том, в чем вынуждаетесь, конкретно. Просто, вот, конкретно, что, что вы хотите, чего вам не хватит, потому что, ну, вот, как вы говорите, что, ну, что, не хочется это все терять, да, не хочется, не хочется всего этого лишаться – это вот проблем. И так, значит, ранее влюбилась в мужчину с первого взгляда при встрече, то есть, это значит, что ваши желания нашли, вот, выход в этом человеке. Ранее состояли больше года в одной группе по интересам, но напрямую ни разу не общались, ведь я видела его фото, знала, что вы разводишь, и на вас ушла от него к другому. Он тоже сразу обратил на меня внимание. Весь вечер танцевали без задних ног, майорного возраста, очень много общих воспоминаний. Ну, здесь, вот, хочется, наверное, все-таки сказать о том, что, вот, несмотря на, несмотря на то, что вы говорите, что у вас множество воспоминаний, да, Несмотря на это, то все-таки воспоминания. То есть, это вот именно воспоминания. Это не, эм, как вам сказать, это не что-то новое, да, это не что-то прогрессивное. Это не что-то такое, это не что-то такое, куда бы вы вместе могли двигаться. Понимаете, какая штука? Вот, мне кажется, что на это вам имеет смысл обратить свое внимание на то, что воспоминания вас объединяют, а не какие-то интересы. Хотя, да, безусловно, вы танцевали. Хотя, да, безусловно, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ скажем так, если можно так выразить, потому что идеализация человека, да, идеализация его, она вам, она мешает, она мешает вам воспринимать его как-то вот, ну, как-то корректно. Идем дальше. Она, значит, вместе общалась, встречалась. Вначале общение больше происходило по моей инициативе, потом он там звонить начал. Ну, здесь, Яна, опять же, хочется у вас спросить, почему вы сами ему звонили? То есть мы сами проявляли инициативу встреч. Почему? Мне кажется, это очень тоже важный момент, очень важный момент, потому что, как правильно сказали мои коллеги, мужчина по своей природе он завоеватель. Ну, а вы показывали ему заинтересованность свою. И, на мой взгляд, это заинтересованность, что она была такой, чрезмерной, как бы. Вот. Хотя, может быть, вы с этим и не согласитесь со мной. Вот. Но все равно вопросы, очень важно этот вопрос прояснить. Почему вы сами проявляли инициативу. Вот. Так, он несколько раз припископиздал, что скромный, и как бы меня нельзя стесняться. Ну, то есть, человека вы выбрали, по сути, такого, да, пассивного достаточно. Вот. Случайно ли, то есть, вот, случайно ли вы выбрали пассивного мужчину себе в партнера? Вот. Это вопрос, мне кажется. И вопрос, мне кажется, этот, достаточно важный. Ну. То есть, опять же, как вы восприняли то, что человек, вот, боится вас застесняться? Это очень, тоже очень важная история. Дальше. А, значит. Через месяц после знакомства я в состоянии опьянения призналась в любви по разговору по телефону. Договорил с собой с часом и договорил социалом с этим при встрече. А, вы признались в состоянии опьянения в любви мужчине по разговору. Я так полагаю, что, ну, чувства ваши, они достаточно сильно давали о себе знать. Именно, вот, чувства. Ваши ощущения. Вот. Если так, то нужно разобраться. Нужно разобраться с тем, что это были за чувства. Чувства. Вот. Мне кажется, это такой, достаточно, ну, принципиальный момент. Вот. Потому как, если вы признались в любви только в состоянии опьянения, если вы признались в любви по телефону, значит, эмоции были у вас достаточно яркими. Вот. И если эмоции у вас были достаточно яркими, то в таком случае надо бы понять, что за ними, да, вот, и именно, эээ, что за эмоциями, эээ, в вашем истории. Какие, какие желания, эээ, за ними стоят. Дальше. Разговор длился больше часа. Мы договорились за все обсудить при встрече. Я эти разговоры по телефону не помню. При встрече мужчина поднял тему про разговор. Я сильно разнервничал. Эээ, смотрите. Эээ, то, что вы, эээ, сильно разнервничал. Да? Эээ, связано с тем, что вы в этом нуждались. То есть, мужчина, мужчина говорила о том, по сути, ээээ, что вы хотите. Мужчина заговорил о том, что для вас важнее всего. Вот. Опять, совпадение ли это, совпадение ли то, что мужчина, ээээ, заговорил о том, что вам, ээээ, что для вас имеет вот такое значение. Вот. Совпадение ли это? Эээ, если честно, я не думаю. Не думаю, что это совпадение. Совпадение. Вот. Я думаю, что, ээээ, это закономерность. Я думаю, что это правомерная закономерность. в том смысле, что вы разнервничались и, опять же, показали мужчине, эээ, то, что в нём вы нуждаетесь, эээ, через всю. Вот. То есть, это, опять же, вот, как раз, эээ, вопрос к вам. Из-за чего вы разнервничались. После его фразы, что он не готов сейчас к отношениям, спала ступор, не могла принять ни слова. Полчаса мы сидели молча, потом поехали к нему, он повез меня, не спрашивал. Думаю, я успокоился, пытался принуться к разговору, задавал вопрос, что он вкладывал отношения. Сказал, я тоже здесь сейчас не готова к отношениям, и теперь молчал он, не ответил ни на один вопрос. Выглядит так, что вы на него давили. Вот, эээ, выглядит это так, что вы на него давили. И выглядит так, что вы давили на него очень, эээ, сильно. Вот. Вопрос заключается в том, по какой причине вы на него так сильно давили. Вопрос заключается в том, что мотивировало вас на него давить. Как бы, ну, эээ, снова и снова. Но это очень важный момент. Очень важно понять, в чем вы настолько сильно заинтересованы, что давите на человека. И, по сути, хотите, чтобы он, эээ, ну вот, как-то, эээ, был, эээ, с вами, да, обязательно в отношениях. Дальше. Эээ, так. Мне сейчас больно и плохо не находю себе места, как раньше я хожу, ничего не могу заниматься и сконцентрироваться. Пропал аппетит и не могу спать. Из-за чего вам, из-за чего, из-за чего вам больно, больно, я хожу, я хожу. Вот, эээ, из-за чего вам больно, из-за чего вам больно, что заставляет вашу боль. Давайте постараемся в этом разобраться. Это на самом деле очень важный момент, вот. Очень важно, чтобы вы постарались разобраться в себе, от чего вам больно. Потому что, болезненность, эээ, это непроработанное ваше, эээ, отношение к вам. Эээ, ну, грубо говоря, если вот грубо. Так что боль, это потенциал вашего, эээ, личностного роста. Так что. Дальше. Так, эээ, после встречи прошлой недели он уехал отдыхать. Ситуация осложнена тем, что он работает вахтовым методом, долго отсутствует командировка у него травм, потому что жена устраивает из-за постоянного его отсутствия, но это часто не считает в этом месяце и надолго. Эээ, чем ситуация осложнена? Для вас. Да? Она, она осложнена. Чем? Я готова была его ждать при обоюдной, эээ, при обоюдной симпатии, интересе и желании попробовать построить ваша жена. А как же это связано с тем, с тем, как это увязывается с тем, что вы не готовы к отношению? Обначит ли это, что вы по факту, эээ, ну, обманывали? Вот. Обначит ли это, что вы обманывали своего молодого человека, говоря, что вам отношение, ну, что вы не готовы к отношению? Вот. Опять же, я вас не обвиняю не всем, просто хотел бы, эээ, вот, понять вашу позицию, эээ, лучше вас может быть понять. Вот. Потому что, эээ, ну, не буду, эээ, не буду скрывать, да, ситуация не совсем, эээ, не совсем ситуация ясна на мозге, да. Дальше, значит, так, эээ, желание попробовать так, я запутывал ситуацию, не знаю, как вести себя дальше с ним, после, и после его не видел уже неделю. Ну, как дальше, эээ, вести себя, эээ, чтобы что? То есть, вот, эээ, я полагаю, что этот момент, эээ, надо бы, эээ, в первую очередь, эээ, раскрыть. Эээ, как вести себя, чтобы что? Ээээ, какая цель у вашего, условно говоря, поведения? Вот. То есть, понимаете? Эээ, если, эээ, будет ясна цель, если, если вы определитесь с целью, то будет легче и вам, и нам, эээ, вам помочь. Вот. Пока что, непонятно, эээ, непонятно, эээ, чего вы хотели бы для себя, опять же, опять же, вот, да, чего вы хотите для себя. То есть, разобраться в себе, на то одно, гармонизировать отношения с человеком, это другое. Вот. Другой вопрос, что, в общем-то, одно плавно вытекает из другого, и вам, эээ, если вы хотите разобраться, если вы хотите гармонизировать отношения с ним, вам нужно разобраться в себе. Вот. Ээээ, так что, тут, как бы, одно связано с другим, эээ, напрямую. Дальше. Эээ, значит, так. Эээ, переписываемся, чаще пишу я. Опять же, вы проявляете недостатки. Учитывая стать, понимаете, что человек все обдумал и поставил точку. Ну, я не очень, эээ, понимаю сейчас, в чем именно он поставил точку и где. Эээ, ну, мне больно и обидно. От чего вам больно и от чего вам обидно? Эээ, болезненно вам, скорее всего, по... С той, эээ, причине, что вы воспринимаете, ээээ, ситуацию, связанную с молодым человеком, на свой счет. Поэтому вам больно. То есть, вы воспринимаете эту ситуацию, как, эээ, характеристику своей личности, грубо говоря. Вот. В таком случае, конечно, он будет больно и, конечно, как бы, ну, не избежать болезней. Другое дело, что можно перестать воспринимать ситуацию на свой счет. Это первое. И второе, эээ, можно увидеть, эээ, в чем вы конкретно, эээ, в, допустим, себе, эээ, сами, да, ээээ, сомневаетесь. Вот. То есть, это вот, эээ, тоже такой момент, ээээ, который можно, ээээ, может, ну, который можно выявить. Вот. То есть, то, что вы говорите, что вам, эээ, больно и обидно, то, что вы говорите, что вам больно и обидно, это, конечно, ээээ, то, что вы сейчас чувствуете, но этого, эээээ, этого мало. Бабы, это очень такое поверхностное, эээ, достаточно, ээээ, ну, суждение, вот. А надо бы все-таки более, ээээ, ну, более, эээ, более конкретно, более конкретно, ээээ, раскрыть то, что вы ощущаете. Вот. Потому что это, ээээ, ну, это важно и это касается напрямую вас. Вот. А, дальше идем. Обидно. Вам обидно. Смотрите. Обидно связано с тем, что у вас были совсем, ээээ, другие ожидания, скорее всего, от этой ситуации. Вот. И вопрос заключается в том, эээ, насколько, насколько ваши ожидания, да, соответствовали, грубо говоря, ну, ну, действительно все. Вот. Понимаете, какая штука? Это очень важно, это очень важно. Вот. Эээ, на мой взгляд, по крайней мере. Очень важно, чтобы вы для себя этот момент поняли. Ээээ, чего вы ожидали, да, чего вы хотели, и, соответственно, ээээ, вот сейчас, да, ваши, ну, ваши ожидания, они не оправдались. И, соответственно, эээ, ваши желания, да, они остались неудовлетворенными. Ну, вот. Эээ, по факту. Вот. И нужно, ээээ, поиследовать. Нужно поиследовать. Какие желания, и почему остались неудовлетворенными. Ибо, ну, очевидно, что в чем-то вы все равно нуждаетесь. Так или иначе. Дальше. Ээээ, значит, так. Ээээ, может исчезнуть надежды и иллюзии, что может исчезнуть от получаса. Ну, здесь, эээ, довольно показательно, что вы сами понимаете, что это иллюзии, но продолжает им жизнь. Вот. Почему? А эта иллюзия для вас более привлекательная, яна, чем реальный мир. Вот. Что говорит о том, что, вот, как бы, ну, жизнь сама, сама по себе, ну, она вам, вероятно, ээээ, как-то вот, не так интересно, ээээ, сама, сама по себе. Ээээ, как, например, ну, могла бы, да, как, 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 как должна была бы, ээээ, ну, и так далее. И так далее. То есть, эта история именно про, про то, что вам, вот, про то, что вам интересно и что вам неинтересно. Вот. Речь об этом. Дальше. Идем. Ээээ. Так. Думаю, вы приступили в признании, отношения развивались, как обычные отношения, регулярно встречались. Сейчас, мне кажется, он начал мне бегать. Да, потому что, ээээ, вы на него давите. Вы на него давите, и он чувствует, что вы, эээ, пытаетесь удовлетворить, ээээ, свои желания за, эээ, его счет. И ему это, конечно, конечно, не нравится. Его это опас отталкивать. И это, надо сказать, ээээ, ну, такая вот, ээээ, вполне нормальная история. Когда, ээээ, ну, когда обталкивает, ну, подобные вещи обталкивают, эээээ, человека, как бы. Поэтому, я думаю, вот, как раз, эээ, что вам надо бы, ээээ, обратить внимание на это. Я думаю, вам нужно обратить внимание на то, что вы на него давите, я думаю, что вам нужно признать, именно признать самому себе, да, что вы давите на человека, достаточно сильно давите, и именно поэтому он от вас, ну, именно поэтому он избегает вас, именно по этой причине он вас избегает. Не по какой-либо другой причине сейчас, за что он еще не отошел, да, от того, что от него жена ушла, и он думает, что все так же будет, то есть все будет так же, вот как, ну, как и до этого, ему это, конечно, не нравится, ну, это вам, конечно, боится, вот, по сути. Поэтому человек себя просто защищает, по большому счету, вот, я не говорю, что он прав, я не говорю, что он поступает хорошо, я просто говорю о том, что вы, ну, вы на него давите, вот, я это хочу, хочу, хочу сказать, вот. Вот, вы на него давите, вы давите на него довольно сильно, вот, то есть вы довольно, как сказал, опять же, мой коллега Налфейлевый, вот, но я понимаю, почему, опять же, да, я опять же понимаю, почему. Я понимаю, почему так, потому что вы отчаянно нуждаетесь в этом мужчине, вот. Ну, ну, важно, важно, чтобы человек все-таки не чувствовал, что его, да, что его используют. Ладно, чтобы человек все-таки не чувствовал, что, ну, что ему, там, не знаю, что ему, грубо говоря, допустим, хотят что-то дать, что ему, грубо говоря, хотят, что с ним хотят чем-то делиться. Понимаете, какая штука, какая штука, вот, об этом речь, в этом вся суть заключается, вот этой ситуации вашей, вот. Поэтому я вас, с одной стороны, я вас понимаю, с одной стороны, я вас понимаю, вот, но с другой стороны, как бы, с другой стороны, вы сами себе вредите тем, что обесцениваете, условно говоря, свои желания, обесцениваете себя саму, обесцениваете, обесцениваете себя саму, тем, что вступаете, вот, в такие, можно сказать, зависимые отношения, и вследствие этого, да, в общем-то, имеете только лишь переживания, ну, свои переживания негативные, вот. Дальше, эм, очень надеюсь на помощь и поддержку, помощь в чем, так как я влюблена в мужчина, и влюблена, и мужчина на 98%, соответственно, моим ожиданиям, выйти на моей мечте, на одной волне, и полное взаимопонимание в общине, и во всем остальным сферам, эм, так, прям до боли не хочется все это терять, и как его забывать, я не знаю. Ну, видите, вы его идеализируете сейчас, и любая идеализация, она, к сожалению, мешает отношениям, мешает отношениям очень сильно, вот, и именно поэтому у вас не получается выстраивать их на какой-то такой адекватной основе, вот, потому что, ну, все у вас, по сути, значит, развивается об этой идеализации, вот, если вы что-то хотите, да, то вы к этому стремитесь, и вы говорите, что, вот, я не хочу его забывать, вот, не хочу его терять. Привет мужчина воспринимает с вами как некая вещь, как мужчина вашей мечты, вот, хотя, как я уже говорил, да, то, что люди, люди, это не вещи, и как бы воспринимать их так, значит, ограничивать себя, ограничивать восприятие, ну, восприятие мужчины в нашем случае, вот, и, собственно, с вами отношения ограничивать. Вот. Поэтому, пока он, соответственно, не с вами, да, вы можете потратить это время на то, чтобы разобраться в себе, вот, разобраться в своих желаниях, в своих потребностях, в своих переживаниях, вот, и, в общем-то, начать вести себя по-другому, чтобы он не чувствовал то, что вы в нём слишком сильно нуждаетесь с учётом того, что, ну, вот именно, да, с учётом того, что человек работает, как бы, ну, вашим методом, вот, и, значит, этот, понимает, понимает, что ситуация может, скорее всего, постариться, вот. Он имеет полное право бояться, что вы опять, ну, что вы уйдёте. Даже если вы, там, будете его убеждать, к примеру, что это не так. Дальше. Как пробовать выстроить дальнейшее наше общение, чтобы развились отношения, я тоже не знаю. Я думаю, что здесь действует такое общее, я бы сказал, правило, да, при котором вам нужно просто делиться, вот, просто делиться чем-то с человеком, вот, и всё, по факту. То есть, если вы будете с ним делиться, там, просто делиться, там, вообще вот, просто делиться, если вы будете с ним, тем, значит, тем, значит, что вам на самом деле важно, если вы будете делиться тем, что вам на самом деле интересно, вот, то человек человек расслабится и перестанет воспринимать вас как того, кто от него чего-то ждёт. Так, эээ, буду очень благодарен за обратную связь, ну, соответственно, про обратную связь я вам, эээ, в принципе, сказал уже, эээ, всё. Эээ, я, я так надену, я надеюсь, что сказал. Вот. Ээээ, значит, если вам понравился мой ответ, ага, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.